В разведке и контрразведке огромный черный ящик, в котором хранятся сотни, тысячи тайн, секретных сюжетов, имен и фактов. Двойная игра, срыв сепаратных переговоров, работа под прикрытием. Все это дела великих разведчиков. Каждую неделю я, Екатерина Шерба, буду рассказывать вам о великих операциях, сенсационных подробностях, о героях и провокаторах, авантюристах и предателях. Все подробности под грифом «Секретно» в цикле программ «Тайны разведки». Здравствуйте, в эфире программа «Тайны разведки» в студии Екатерина Шергова. Одним из главных направлений деятельности органов государственной безопасности в послевоенные годы стала борьба с националистическим подпольем в западных регионах Советского Союза. Речь идет о лесных братьях в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, о том, как складывались взаимоотношения, о том, как шла эта борьба, о самых известных операциях. Мы поговорим с нашим сегодняшним гостем в студии программы «Тайны разведки». Автор книг, историк отечественных спецслужб, автор книг «Прибалтика под знаком свастики. Борьба с баффермированиями на территории Западной Украины и Белоруссии» Юрий Николаевич Паруков. Здравствуйте. Здравствуйте. Как известно, в ряде западных регионов Советского Союза, в Украине, в Белоруссии и в Прибалтийских республиках после войны существовали вооруженные повстанческо-сепаратистские группировки. Каковы были причины их существования и из кого они состояли и кем поддерживались? Ну, если мы говорим о националистических группировках, можно их называть повстанческими, можно называть, как вы их тогда называли, политбандами или бандформированиями, мы должны сказать, что это, ну, придется, видимо, вернуться несколько чуть раньше к истокам этих формирований. Дело в том, что все националистические формирования появляются, так сказать, еще до войны, а истоки их деятельности лежат в начале 20 века. Именно в начале 20 века в Галиции, в Прибалтике появляются националистические движения, которые затем, спустя несколько десятилетий, вот выльются в эти националистические формирования. Особенно это ярко проявляется на Украине, где в начале 20 века появляются, в Галиции, это Австро-Венгрия, появляются, так сказать, буржуазные националистические группы, которые борются за разглашение украинской автономии. Ну, а в начале века, как вы знаете, революционные события начала 20 века, Первая мировая война, затем и революции 17-го года, способствовали тому, что эти формирования вышли на первое место. Вот они и составили, эти организации, основу будущих бандформирований послевоенных. Ну, я далеко не буду ходить, я просто скажу, что все руководители АУН и УПА, они все сформировались как деятели в начале 20 века, в годы Первой мировой войны, в годы Гражданской войны в России. А какие ведомства в Советском Союзе после войны боролись с этими движениями? Ну, после войны в основном здесь очень интересные явления. После войны с этими движениями боролись все, как вы понимаете. Боролись и спецслужбы, боролись и силовые ведомства. И прежде всего, после войны, до 46-го года включительно, по 1 марта 47-го года, с бандформированиями боролись прежде всего органы и войска НКВД СССР. Можно ли говорить о выделении определенных этапов в противостоянии между этими, как мы их будем называть, банформированиями или националистическими? Или повстанческие. Если вы знаете, мы свою книгу, это сборник документов, поэтому говорить о нас, как об авторах, несколько неправильно. Мы составители сборников. Поэтому в сборнике документов мы написали так название, что борьба с бандитизмом и националистическим подпольем. Мы как бы развели эти два понятия на... А в их деятельности было разделение этих понятий? Были, условно говоря, те, кто воевал против советской власти в послевоенные годы по политическим соображениям, а были те, которые были просто бандиты? Ну, давайте все-таки мы с вами разберемся, что же такое повстанческое и что такое бандитизм. Затратим на это некоторое время, но все-таки разберемся. Да, давайте, поставим, поставим. Вот что такое повстанческое движение? Это движение вооруженное, чаще всего вооруженное, которое преследует определенные политические цели. Руководится из единого центра, существует определенная, имеет определенные организации и поддерживается извне. Вот это повстанческое движение. Как только один... И первоначально, если так выразиться, УПА, деятельность особенно, имела виды повстанческого движения. Но затем поддержка извне исчезла. В результате проводимой борьбы распался единый центр как таковой. И это движение, в этом даже отношении выродилось в бандитизм. Но самое главное в том, что эти все движения боролись за свои цели. Какие цели у них там были? Бог с ними, с целями. Они считали их, может быть, достойными и правильными бандитскими методами. Они боролись не только с властью и вооруженными силами. Они боролись с собственным народом. Я вам, чтобы не быть голословным, приведу просто одну цифру. Вот на Украине с 1944 по 1946 год Из приблизительно 14 тысяч человек, убитых бандитами за эти годы, в результате бандопроявлений, 77% составляли мирные граждане этих областей. Женщины, старики и дети. Вот представляете, больше трех четвертей погибших от рук повстанцев, если так можно выразить, оказались людьми непричастными ни к власти, ни к силовым структурам и так далее, ни к даже к партии. Это были обычные крестьяне. То есть они методы, которые эти, будем говорить так, повстанцы использовали, были бандитскими с самого начала. То есть террор и страх. Вот что самое главное они пытались провести. Я понимаю, что, может быть, это не очень правильно, но тем не менее, вот если опираться на литературу, то рубежным указывается именно 1946 год, когда уже борьба шла не против больших бандформирований, а против подпольных организаций. Эта борьба уже дальше носила несколько скрытый характер. Насколько это правильно? Ну да нет, это не совсем правильно. Масштабы борьбы вооруженной резко снизились после 1946 года. Масштаб. Но основным видом борьбы были все равно вооруженная борьба. И ликвидация, ну если так можно, той социальной базы, которая существовала в этих областях. А почему 1946 год считается именно рубежным? Что произошло в 1946 году? Просто к этому времени значительную часть, ну я имею в виду пока по Украине я говорю, значительную часть, да и в других областях, в районах тоже, но все-таки, значительную часть, так сказать, повстанческих движений вы просто выбили. За 1944-46 год на Украине было только убито 114 тысяч участников, так сказать, бандформирования. Вы представляете, какая это цифра? 114 тысяч за три года. Да, это... И 93 тысячи арестованы. То есть вот огромные, так сказать, просто выбили, оставшиеся силы уже не могли вступать в какие-то боевые деньги. Ну не было уже открытой борьбы, поэтому она и... Открытая борьба была только в 1944-1945. Уже в 1946 они в основном нападали... Ну, открытые боевые столкновения не входили, и их приходилось на эти столкновения вызывать. Но 1946 год это последний, когда были большие, значительные результаты борьбы с бомбинами. Затем они разбивались на мелкие группы, переходят только к террору, то есть только террор, и все. И поэтому борьба с ними затягивается на достаточно долгие годы. Ну, чтобы не быть, опять же, голословным, я вам приведу, значит, по данным МГБ, на 1 октября 1951 года на Украине еще существовало 274 банды, с общим числом бандитов 1144 человек. Ну, то есть это уже были небольшие группы людей. Это уже маленькие группы людей, которые... Да, просто элементарная арифметика. Вот. А последние известные нам, так сказать, данные, это на 1 января 1955 года. Так вот, на 1 января 1955 года на Украине существовало 17 банд с 41 бандитом состава. Да, но если 41... И плюс 13 бандитов-одиночек, всех называем, которые не в составе банд были. Те 17, которые есть, они тоже я бы не стала называть их многочисленными. Давайте вернемся все-таки к деятельности МГБ. Как раз в 1946 году НКВД уже было преобразовано в Министерство государственной безопасности. И вот в процессе ликвидации вот этих вот незаконных формирований и подполья были вот массовые операции по выселению из Советской Прибалтики, Западной Украины, Белоруссии, членов семей. Операции начались в 1947 году. Осенью, глубокую осенью 1947 года, такая операция, постановлением Совета Министров СССР, от октября 1947 года проводилась на Западной Украине. Результаты этой операции было выселено около 90 тысяч человек. Куда их выселяли? Это районы Казахстана, Западной и Восточной Сибири. Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область и области Казахстана. Насколько это было эффективной мерой в борьбе с... Ну, как выяснилось, весьма эффективной мерой, поскольку социальная база и база пособническая, как тогда называли, практически полностью была подорвана. После этого, вы уже посмотрели, что оставалось от бандформирования, например, в 1951 году. В 1948 году подобные операции были проведены в Литве, где было выселено около 30 тысяч человек. А в 1949 году повторные операции по всей Прибалтике. Эстония, Латвия и Литва. Вот три таких волны, если можно выразиться, выселения было, где было выселено около 70 тысяч человек из всей Прибалтики. Которые были направлены... Ну, в основном, я говорю, это семьи нелегалов, семьи убитых бандитов и кулаки, как тогда называли. А вот вы сказали, семьи убитых бандитов. Понятно, когда было, выселяли семью, там, еще живого, там, участника этого формирования, чтобы не было у него поддержки со стороны семьи. Это вот как-то можно понять. А когда человека уже нет в живых, зачем выселяли его семью? Ну, считалось, что все равно какие-то связи у этой семьи остаются с остающимися бандами. Правильно, верно это или неверно, в каких-то случаях верно, в каких-то, видимо, случаях неверно. Но в данном случае принималось такое, знаете, кардинальное решение о выселении. Ну, так же, как когда-то было принято решение, наверное, помнить в 1944 году, выселение целых народов с Кавказа. Да, там, наверное, были хорошие и плохие люди, но вот чеченцев ингушей загрузили в эшелон и вывезли в Казахстан, Среднюю Азию и так далее. То же самое происходило и в Прибалтике. Ну, мы с вами начали разговор, скажем так, в целом о повстаническом движении. Давайте поговорим все-таки несколько конкретнее о наиболее массовых. Может быть, тогда начнем с Прибалтики. Если наиболее массовых, то с Украины. Давайте начнем с Прибалтики, а потом перейдем к Украине. Что собой представляло движение вот накануне войны? Вы сказали просто, что они сформировались до начали 20-х. Они сформировались в начале 20-х годов. Затем в результате гражданской войны появились самостоятельные государства. Эстония, Латвия. И восстановилась независимость Литвы, которая была ликвидирована еще в 16 веке. И вот наиболее яркое националистическое формирование, это так называемые таутинники в Литве. А в Эстонии и в Латвии практически националистических организаций такого толка до войны не было. Они появились уже после войны. Они появились в войну, в годы оккупации. Ну, вернее так, айсарги в Латвии появились до войны. Но это была правящая партия, которая осуществляла руководство страной. Зачем же им какую-то проводить националистическую политику, понимаете? А вот когда в 40-м году и Латвия, и Эстония были пристанены, они ушли в подполье. И в Литве, и в Латвии. А в Эстонии в годы уже оккупации сформировалась так называемая организация ОМАКАЙЦА, самооборона. Вот они все были созданы при поддержке, будем говорить, немцев в годы оккупации. После того, как советская армия освободила Прибалтику, большинство из них осталось в Литве, в Латвии? В Литве большинство осталось. Здесь я просто хочу, так сказать, пояснить почему. Дело в том, что вот национализм, если так можно сказать, литовский, это классический национализм. А национализм, который мы говорим о, так сказать, Эстонии и Латвии, это практически никакого отношения к национализму не имеет. А что же это тогда? Это в основном реакция на попытки... Дело в том, что когда немцы оккупировали территорию, и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии появились надежды, что эти два народа войдут в когорту правителей мира. Немцы их считали родственными народами. А литовцы к этому не относились, так же, как украинцы, белорусы, славяне, что с них взять? Вот, понимаете? И вот они попытались стать хозяевами, господами. Немцы сначала очень к этому отнеслись, ну, будем говорить так, индифферентно. Их, в общем, не устраивали подобные союзники и так далее. Но начиная с 43-го года, когда немецкая армия принесла огромные потери, потребовалась вооруженная сила. И тогда эстонцев, латышей и литовцев стали призывать в войска СС. Вы знаете, что существовала одна хренадерская дивизия СС из эстонцев, две бригады СС из эстонцев и 40 карательных батальонов из эстонцев. 32 карательных батальона из латышей и две хренадерских дивизии СС из латышей, которые дрались до конца войны. Понимаете, какие вооруженные силы? Они воевали и на фронте частично. Но основная их деятельность была в тылу. Борьба с партизанами и уничтожение всех ненужных людей. Вот представьте себе такую картину, что за годы оккупации в Прибалтике уничтожено 300 тысяч евреев. Нигде в Европе вот такого вот массового уничтожения практически все, кто оставался в Прибалтике, ни евреев практически не осталось. Ну а в Польше разумеется? В Польше остались в меньшей степени. И в Польше это делали немцы. Ну да, конечно. В Прибалтике это делали Прибалтике. Практически на 100%. Вы, наверное, извините уж, я пока... Про один из этих батальонов, может быть, вы и слышали. Был такой русский поэт Анатолий Жигулин. Он к советской власти относился, ну, скажем так, если мягко сказать, не совсем положительно. Но и он, когда узнал об этих событиях, написал даже специальное стихотворение. Проклятый батальон. Про один из карательных батальонов литовцев. Батальон Импулявичиса. Вот он там написал. Батальон Импулявичиса ровно тысяча душ. Души проданы дьяволу за сомнительный куш. Автоматы немецкие. Вешать, сжечь и карать. Белоруссия помнит эту мерзкую врать. Ведь эти прибалтийские батальоны использовались в качестве карателей в Белоруссии, на Украине, в Псковской, Новгородской областях и так далее. И когда немцы отошли, вот те эсэсовские формирования ушли вместе с ними, отступили. А вот эти карательные батальоны, они в основном растворились в лесах и так далее. И вот они-то составили основу вот этих самых формирований, так называют, националистических формирований в Эстонии, в Латвии и в Литве. Понятно. А вот после войны есть там данные, что их, насколько справедливо это утверждение, что их поддерживали американская, английская разведка? Ну, это начиная только с 1947-1948 годов. Ужасно. Понимаете, до 1947 года, может быть, английская, американская разведка как-то и пытались использовать. Но дело в том, что в это время еще СССР был еще союзником. Холодная война только-только начиналась. А вот с 1947 года, вот эти, так сказать, попытки, ну, к этому времени уже у них было мало возможностей их поддержать как-то реально. Где были наиболее серьезные очаги сопротивления вот из трех прибалтийских республик? Конечно, Литва. Конечно, Литва. Что там было? Если вот говорить, там, условно говоря, о цифрах. Ну, в лесах, как утверждают сейчас литовские историки, сейчас они утверждают, они ушло аж 33 тысячи, на максимум находилось в лесах, находилось 33 тысячи человек. Я, правда, хочу их немножко огорчить. Дело в том, что максимум приходилось на 1944-1945 годы. Это сразу после освобождения? Сразу после освобождения. Дело в том, что в это время Советская война объявила мобилизацию в Красную армию. А литовцы ни в немецкую армию, ни в советскую армию идти не хотели. Они сорвали мобилизацию немецкую, разбежали с леса еще в 1943 году. И тут они разбежались, то же самое, вся литовская молодежь. И практически, а уж после 1945 года, когда только война закончилась, значительная часть просто ушла из лесов и легализовалась, как тогда называлось. То есть они сдались, предсказали, что вот вернулись. Воевать они просто не хотели. Насколько успешны были операции НКВД в Прибалтике? И давайте-ка говорить конкретно о Литве. Ну, как сказать, насколько успешными. Они были и успешными, были и провалы, это тоже верно. И, так сказать, но в основном, в основном Литва еще чем была сложной? В Литве были, кроме литовских формирований, были польские формирования, армии Краевы. Весь Вильнюсский край, поляки считали его своим краем. И поэтому именно там тоже располагались польские формирования армии Краевы. И поэтому войскам НКВД приходилось воевать и с поляками, и с литовцами. Хотя друг друга они тоже очень не любили и между собой тоже никак не союзывали. А вот в 40-х годах в массе своей это были просто такие, скажем так, военные операции? Или там была и агентурная работа? Обязательно, конечно же. Обязательно агентурные работы. Дело в том, что воевать просто так, ну если они где-то большими, вот на Украине, там проводились крупные войсковые операции. А в Прибалтике крупных подразделений никогда не было. Поэтому выявление, подготовка, это обязательно. Оперативная подготовка к войсковым, безоперативной подготовки, безагентурной подготовки к войсковой операции не проводились. А если проводились, никакого результата практически не дам. А было ли поддержка у местного населения? Ну вы знаете, дело в том, что первоначально местное население их достаточно хорошо поддерживало, это не все. Ведь вы не забывайте, что в Литве, кроме вот этих в годы оккупации, имелись партизанские отряды. Из литовцев, которые воевали с немцами. И естественно, вот эта часть населения, никакой поддержки, так сказать, ну я не буду называть их лесными братьями, потому что это не совсем верно. В Литве не было лесных братьев. А лесные братья были в Латвии? В Латвии и Эстонии. А в Литве как они назывались? Ну это литовская освободительная армия, ЛЛА, они это по-разному себя там называли, но практически лесными братьями они себя не называли. Дело в том, что уж раз мы коснулись этой темы, термин лесные братья появился в Латвии, еще в средневековье. А в революции пятых-седьмых годов латвийские партизаны, выступавшие против царских войск, стали называть себя тоже лесными братьями. Отсюда вот и пошло вот это вот... Но возвращаясь вот к местному населению в Литве, они... Первоначально много поддерживали, особенно среди зажиточного населения. Почему вот это зажиточное население, так называемых кулаков, и выселяли в первую очередь потом. Но дело в том, что вот этот террор против своих же, значительную часть населения настроил против Литвии. В Литве тоже был террор против своих, но, собственно говоря, вот против тех, кто во время войны был в партизанских отрядах, воевал против фашистов. Да, да, но эти все-таки заняли какие-то там руководящие должности. Этих я не имею в виду. Партийный государственный актив, это, я считаю, что это враги для них, и поэтому это все понятно. Не считается. Не считается, будем говорить. А террор против людей, крестьян, которые жили, вот получили землю, их за это вместе с семьями уничтожили. Вместе с детьми, с женами там и так далее. Вот этот террор. И там, в Литве, террор против своих, больше двух третий погибших в результате бандопроявления были такие вот люди, которые никакого отношения ни к советской власти, ни к коммунистической партии, ни к НКВБ, ни к НКВД не имели. Операция «Весна» была проведена в Литве в 1948 году. Ну, вот это то самое выселение, которое мы имели в виду, я говорил, о первом выселении только для Литвы, где было выселено около 30 тысяч человек. А как выселяли людей? Их прямо вот с чем были, отправляли или давали там? Ну, там, во-первых, там было достаточно... Во-первых, выстраивали, кого надо выселять. Затем их собирали, предупреждали о том, что они выселяются. Ну, то есть у них не было, грубо говоря, 24 часов, им давали больше времени на сборы. Это было выселение или депортация? Вот я думаю, что здесь есть некая небольшая грань. Я лично считаю, что слово «депортация» как таковое, оно возникло в свете последних, так сказать, нынешних событий, и поэтому к реальности имеет мало отношений. Можно назвать любым словом, но это людей выселяли. По постановлению правительства, людей выселяли. А как это можно назвать? Депортацией там... Вот, например, ну что мы можем сказать? Перед войной в Эстонии было выселено 11 тысяч человек где-то, понимаете? А в 41-м году... Они ведь до сих пор говорят, что там чуть ли не сотни тысяч были выселены, депортированы. Ну, что я могу сказать? Из этих 11 тысяч было 2,5 тысячи уголовников и 700 проституток, которых тоже почему-то взяли и выселились из Эстонии. Чем уж они там советской власти не уводили, я не могу вам сказать, но вот оно что есть, то есть. До полутора тонн на семью разрешалось с собой брать грузов. Да это и правильно. Другое дело, что многие семьи оказались очень тяжелыми. Это же... Вы же понимаете, что это наша страна. Это постановление. Исполнение. Это несколько другие вещи, понимаете? И в некоторых местах, вот потом уже появились документы, что людям давали 15 минут на сборы. Ну вот я пойду вас и спросила, что... И такое бывало. Но в основном, в основном, люди забрали с собой необходимые вещи и были погружены в эшелоны. Эшелоны были снабжены определенными там медиками. И система предусмотрена... Питание по станциям была... Там постановлением были... Наркомат торговали по буфетам. Буфеты были... Кривокзальные буфеты обязаны были готовить еду на эти эшелоны. Причем за счет, так сказать, государства, а не за счет тех, кто перевозился. Ну вот смотрите, в 48-м году прошла вот эта вот операция по такому массовому выселению. Однако с националистическим движением в Прибалске было покончено только, получается, когда? В середине 50-х годов? Ну, понимаете, что значит покончено? А массово покончено уже к 48-49-му годам. А вот отдельные банды, ну, они ведь, они же могут существовать. Вот этот какой-нибудь бандит-одиночка, может, его поймали только где-нибудь вообще в середине 60-х годов. Вот в этом-то все и дело. Я как раз встречала цифру, которая меня удивила, да, что какие-то отдельные были аж до 60-х годов. И я попыталась себе представить, а как вот... Об этом никто не знал. Газеты, наверное, об этом не писали. Это были все засекреченные операции. Конечно. Правда ли, что вот когда в середине 50-х, если мы сейчас говорим о Латвии, да, когда вот сопротивление лесных братьев было практически подавлено, были созданы вот фальшивые лесные братья, которые для контакта с разведками, когда уже была холодная война, американские... И не только в Латвии, и в Эстонии тоже, и в Литвии. Были фальшивые отряды? Да, конечно. Так сказать, оперативные группы, которые под видом этих самых связывались с этими... Часть разведчиков, которых задерживали, особенно профутистов в начале 50-х годов, их много выбрасывали на территорию СССР. Часть их задерживалась, перевербовывалась, велась радиоигра. Естественно, создавались специальные группы, при которых они находятся, в которые необходимо направить продовольствие, оружие, деньги и так далее. Кроме того, что это были радиоигры, какая, условно говоря, была польза американской или английской разведке от деятельности вот этих лесных братьев? Потому что, по большому счету, это были для них только такие, получается, убытки, потому что они им поставляли там разное оборудование, продовольствие в том числе. Ну, во-первых, они пытались от них получить некоторые разведательные данные. Это раз. Вот я пытаюсь понять, вот с точки зрения обывателя, какие разведданные могут предоставить люди, которые сами прячутся в лесах? Ну, правильно. Ну, у них есть какой-нибудь там знакомый, который работает, например, на железной дороге, и он видит... Время от времени заходит в лес. Да, ну, нет, или они там к нему время от времени на хутор приходят, и он может знать, какие грузы перевозятся, где располагаются аэродромы и так далее. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, что эти разведки работали на будущее, а вдруг военные столкновения. Тогда эти остатки лесных братьев еще очень... То есть, они их подкармливали? Да, подкармливали. Во всех смыслах этого слова. А вот организация украинских националистов, она так же, как и прибалдийские националистические движения, возникла еще до войны? Да, она возникла очень недавно. Реально, она возникла... Ее основы, я говорил, возникли в гражданскую войну. Когда Петлюровская, так сказать, организация, так называемая Украинская Народная Республика, вот она именно послужила основой после поражения гражданской войны и эмиграции, послужила основой для создания организации украинских националистов. После убийства Петлюров в 1926 году в Париже, убил его не советский агент, а один из родственников тех евреев, которых петлюровцы вырезали в городах Украины. Среди украинских эмигрантских организаций произошел раскол. И вот этот раскол привел к тому, что возникло четыре же центра украинских националистов в Западной Европе, которые друг с другом слабо контактировали. И вот для того, чтобы это преодолеть, в 1929 году в Вене и создается организация украинских националистов по главе с Евгением Коновальцем. И она, собственно говоря, существовала исключительно в Западной Европе или в какой-то момент... Она существовала и в Западной Европе, и в Польше. Ведь Западная Украина в это время входила в состав Польши. И вот там они боролись с поляками. Тот же самый Бендера в 1934 году организовал убийство министра внутренних дел Польши. За что был приговорен сначала к смерти, а затем к пожизненному тюремному заключению. И вот эта организация украинских националистов в основном ориентировалась на Германию. И поддерживалась... С самого начала. С самого начала. И с самого начала поддерживалась немецкой разведкой. Сначала разведкой Рейсквера, а после 1933 года разведкой национал-социалистической партии. И ориентировалась на них, намереваясь при помощи немцев. Поляки враги немцев, поляки наши враги, значит мы с немцами. Поляков уничтожает, Польшу уничтожает, создается единая независимая Украина. И изначально это было обещано? Да. Во всяком случае Коновальцу это было обещано. Другое дело, что в 1938 году НКВД проводит еще одну операцию. И, как вы, наверное, знаете, Коновальц был убит. И на его место кто пришел? А на его место пришел Андрей Мельник. Такой был его сподвижник. Они вместе с ним еще в гражданскую войну. Но дело в том, что он таким авторитетом, как Коновальц, не пользовался. И в организации происходит раскол. После 1939 года, когда немцы захватывают Польшу, они выпускают Степана Бендера из тюрьмы, где он отбывал пожизненные заключения. И возникает две националистические организации. АУН Мельниковцы и АУН Бендеровцы. Которые друг с другом очень не ладят. Хотя немцы до какого-то времени стараются их удержать. Но им обещают, что они, вот сейчас мы, как только Советский Союз разгромим, создадим вам единую и незалежную, так сказать, Украину. НКВД видела угрозу в этой организации до войны? Конечно. И какие действия предпринимались? Ну вот убийство Коновальца, это как раз одно из тех действий, которые... Хотя угрозы, они пока еще реальны не были. Почему? В Восточной Украине национализм практически не существовал. Он никогда не существовал. Поэтому попытки его создать даже в год немецкой оккупации провалились. А Западная Украина в это время еще была в составе Польши. Поэтому, так сказать, о кого волнует чужое горе. Поэтому головной боль такой... НКВД провело превентивные меры, поскольку Коновальц очень авторитетный лидер был. Он был уничтожен, очень ориентировался на немцев. Но это было вот единственное, так сказать. А кто помогал создавать вот при ОУН армию? А это уже немцы. Это гораздо позже произошло. У ПАНа назывался. Да, армия была создана... В 1939 году немцы захватывают Польшу. Создают на территории Польши, на своей зоне оккупации. Но дело в том, что получилось так, что согласно договору о ненападении и их секретному приложению к нему, Западная Украина, вместо того, чтобы стать независимым бассалом Германии, была передана Советскому Союзу. Ну вот по этому пакту, который известен как Пакт Молотова-Риббентропа... Ну, я сказал, имеется в виду, не давайте его называть, как он назывался тогда. Хорошо. Все-таки договор о ненападении и секретный договор, предложение к этому договору. Как, собственно говоря, лидеры ОУН, они отнеслись вот к этому договору о ненападении и секретному приложению? Ну, их убедили немцы, сказали, что это пока временно. Вот когда этот договор временный, мы все-таки свое обещание когда-то вам выполним. А они к нему отнеслись очень отрицательно. Получилось так, что вся Украина оказалась в составе Советского Союза. Мало того, дело в чем. В 1940 году Советский Союз забрал еще одну часть Украины, которая находилась в Румынии, Северную Буковину. Бессарабия и Северную Буковину в 1940 году вошла в состав Советского Союза. И тогда же Северная Буковина вошла в состав Украины. То есть все украинские земли оказались объединены. Сбылась вековая мечта националистов. Но не там, где они хотели. Тогда шла какая-то борьба против советской власти? Понимаете, она, конечно, их деятели какую-то вели борьбу. Степан Бенгер даже во Львов приезжал. Потом уехал обратно. Ну, как уехал, он нелегально перешел. Тогда еще не было границы. Была линия разделения советских и немецких войск. Перейти ее было достаточно. Но крупных националистических проявлений практически не было. Была мелочевка так называемая. Например, начальник УНКВД Станиславской области писал, что политбандитизм на территории области нет. Есть только уголовный бандитизм. И все. И это было так. Только начиная с апреля 1941 года, начинается активизация вот этих вот националистических формирований. По команде немцев же опять же. Подготовка идет к войне. И именно тогда, в мае 1941 года, происходит первое выселение. Украина 11 тысяч человек. А тот же принцип, который впоследствии был использован в Риманске, то есть это были семьи? Нет, не семьи. Это частично только семьи нелегалов. Но только те, которые скрывались. Семьи нелегалов. Если нелегал в это время приходил и говорил, что я сдаюсь и простите меня, семью тут же освобождали. И таких случаев было несколько десятков. Понимаете? Но дело в другом, что там в основном, ну если хотите по классовому принципу, тогда еще думали, что в основном этим поляки организовывают, которые здесь остались и так далее. Выселяли польских офицеров там. Вот здесь был не против конкретно украинцев было направлено небольшое это выселение в 11 тысяч человек по тем временам. Это не так уж много. Поэтому, и вот начиная с этого момента, с мая, происходит активизация вот этих... Но основная активизация начинается с вторжением немцев. Как только немцы вторглись на территорию Советского Союза, в их вторых эшелонах двигаются два украинских батальона. Ну, может быть, вы слышали один такой батальонных тегаль, соловей. Чем они занимаются? Они врываются во Львов и вырезают всех евреев и поляков. В два дня. Такой резни 30 июня, они такой очищают полгорода, так сказать, и провозглашают украинское правительство во главе со Степаном Бендерой. Как отнеслись к этому фашистские войска? Очень просто. Все правительство уже арестовали и сказали, что немцам не нужны были украинские самостейники. Им нужны были, они им нужны были в качестве очень определенного, даже не пушечного мяса в этот момент. Немцы в этот момент не принимали в свою армию людей, так сказать, ну, будем говорить так, те народы, которые они считали обреченными на уничтожение. А украинцы были славянскими народами обречены на уничтожение. Но тем не менее, ими услугами пользовались. И услугами пользовались, но только для какого-то определенного, а уж создавать какую-то администрацию украинскую в 1941-1942 году немцы не хотели. И они эти батальоны превратили в обычные полицейские батальоны. Разогнали сначала это. Затем, когда Мельник, я говорил о двух лидерах, его немцы больше поддержали, он уже в это время сидел, так сказать, в концлагере. А Мельник еще находился в Киеве уже в сентябре-октябре 1941 года, попытался новое правительство Украины создать. То же самое, его просто распустили, сказали, что никакого украинского правительства, никакой украинской державы не будет. Мало того, Украину опять разделили. Часть ее территории отдали Румынии, часть Закарпатья-Венгрии, часть Галиции вернули в состав генерал-губернаторства, то есть в польские земли. А часть осталась в рейсском комиссариате Украины. И до... украинские националисты, ну, обиделись, но молчали. И молчали, пока немцы не потерпели поражение под Москвой. Вот тут они зашевелились, стали говорить, что нам нужно бороться. То есть они до последнего пытались у немцев получить то, что им было обещано. Да, да, выпросить, именно выпросить. Вот. И затем, когда уже стало ясно, что немецкая армия застряла, и победы в войне против Советского Союза может и не быть, в октябре 42-го года, они частично, часть людей из батальонов переводят в леса, в леса, и создается в октябре 42-го года так называемая Украинская повстанческая армия, УПА. Которая, в общем, стала фактически основной силой, которая противостояла после войны. Да, конечно. Это и вот так. И снабжать вот эту повстанческую армию. А, то есть они рассчитывали, что они будут бороться с Красной армией. Да, да, уже для подготовки для Красной армии. Вот в 43-44 год идет подготовка. И, надо сказать, в этом отношении украинские националисты очень оправдали. Как только Красная армия вошла на территорию Западной Украины, начались, они начали, так сказать, диверсионную. И любой, ну, достаточно известный факт, группа, одной из групп УПА, подкомандовая так называемая группа Олега, был убит командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Ватухин. Они попали, его, так сказать, кортеж попал в засаду, и именно убит был националистом. Ну, и известная вещь, что националистом был убит видный советский разведчик Николай Иванович Кулининцов. После войны была операция, которая называлась Большая блокада. В чем была ее суть, и можешь ли как-то рассказать о ней? Ну, если говорить об операции Большая блокада, я просто хочу сказать, что это была, ну, я не хочу наших, моих коллег того времени подставлять как-то и так далее, но если уж так разобраться, это было, ну, будем говорить, как говорили позже, волонтаристское решение украинского руководства. Хрущев приехал во Львов. Это 40... Это... 45-46-й. Ну, точнее, точнее, это лето 45-го года. Угу. Вот. Июль-август 45-го года. Вот. И сказал, что надо немедленно все бандформирования извести. А для этого необходимо было занять гарнизонами все населенные пункты, а и создав мобильные группы, непрерывно ими гонять бандитов, чтобы нигде им не было покоя и так далее. И вот такое в течение 30 дней такая операция проводилась. Ну, что вам сказать? Я хочу сказать, какую-то пользу она, конечно, может быть и принесла. Какую-то пользу. Но решить вопрос кардинально было невозможно, поскольку я уже говорил, наверное, и повторюсь, может быть, в борьбе с националистическим подпольем и националистическим вооруженным формированием, бандитским формированием, я все-таки их буду так называть, необходимо было бы готовить эти операции. То есть должна быть оперативно-агентурная подготовка. Только тогда они получались успешными. А это было, ну, какие-то крупные банды попались под этот каток. Значительная часть легла на дно и ускользнула от этого. Ну, то есть с оставшимися уже, там, начиная, наверное, с 1946 года, уже как раз основным методом, инструментом, это была агентурная работа, метод борьбы с ними. Ну, основным методом борьбы с ними был войсковой, но подготовленный при поддержке оперативная работа. Не обязательно агентурной, так сказать, такая и были разведдействия. Вот, например, пограничные войска, которые имели свою великолепную разведку, в том числе агентурную, сумели достаточно быстро в пограничной полосе просто создать такую обстановку, что там практически крупных банд и средних уже не осталось к середине 1945 года. Понимаете? Вот. Хотя, например, вот, ликвидированная пограничниками в Станиславской области база школа подготовки младшего и среднего командного состава, УПА, они ее узнали, это агента, потом поймали одного из преподавателей, задержали, он дал признательные показания, они вот установили, и они ее уничтожили, эту школу, полностью. Вот. Но первым доложил об этом начальник у НКГБ в Станиславской области, который никакого малейшего отношения не имел, но он в НКГБ СССР доложил, что он вот на территории вверенной ему области ликвидирован такой вот крупный, это самое. Это нормально, тут ничего есть, тут нет, поскольку к ним никаких претензий к НКГБ в это время в 1946 году не было, у них не было еще сил в это время. Вот с 1947 года на них было возложено все, у них появились силы и средства, и они полностью стали отвечать. МВД только содействовало силами там оставшихся у него войск, в том числе пограничники, пограничники так и остались в МВД до 1949 года. Они находились в МВД. И вот они только содействовали МГБ в борьбе с этими самыми. А вот поэтому большая блокада, ну, я бы не стал обижать наших... Это, назовем их, ковровые бомбардировки были. Да, ну, это удары по площадям, я бы даже скажу, потому что расход сил большой. В течение 30 дней люди не имели ни отдыха, ни продыха, а ведь человек, он же, он человек. Сколько хочешь ему задач ставь, он один, если выполняет все задачи, то он первую задачу выполнит более-менее, вторую так себе, а третью... Кстати, я немного хотела сейчас отойти в другую сторону. Какие были потери со стороны, там, НКВД, МГБ, вот всех вот спецслужб советских? Да, ну, тогда давайте я все-таки тогда, чтобы не быть голословным, опять же, приведу, так сказать, по Украине приведу точные цифры, если вы не возражаете. Потеряно в результате бандпроявлений, то есть не в результате боевых действий, а вот просто попали в засаду там и так далее. Вот. Было потеряно работников МГБ, НКВД, милиции и войск за три года, 44-й, 46-й, 1426 человек. И при проведении операций в боях погибло 2842 человек. Ну, большие долгие... Достаточно потери, а в общей сложности внутренние войска за годы и милиции и так далее потеряли во всех регионах около 9 тысяч человек. Возвращаясь на Украину, и известный факт, что ООН, как какая-то другая националистическая организация, была теснейшим образом связана с западными разведками. Ну, не только с немцами. В основном с немцами на первом... После войны. После войны. А после войны, начиная с 46-го, 47-го года, в основном с английской разведкой. Степан Бендера в это время находился, он же не находился на территории Украины. Он находился сначала на территории Германии, он в основном установил тесную связь с английской разведкой. Ну, и американцы в какой-то мере помогали. И вот, начиная с 47-го года, эти западные спецслужбы начинают активно, во-первых, проявлять большой интерес. Они посылают целый ряд агентов, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит на Западной Украине. А во-вторых, через возможности Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов сюда людей для координации действий, куда там какие-то доставить материалы и так далее. Правда, уже это достаточно сложно было делать, поскольку единственный путь это был воздушный, да и то одиночными самолетами ночи. Вот, поэтому практически реальной такой широкомасштабной помощи у них не было. Ну, это вы имеете в виду такую помощь материальную уже, которую можно было доставлять самолетами. Но что касается вот помощи и взаимодействия с разведками, все, конечно, когда идет об этом речь, невозможно не вспомнить. Есть генерал-лейтенанта внешней разведки Павла Судоплатова, ведь он еще до войны был организатором и, собственно говоря, непосредственным участником ликвидации лидера украинских националистов Коновальца, о котором мы говорили. Легендарный советский разведчик, генерал-лейтенант НКВД НГБ, которого теперь называют рыцарем сталинской эпохи, гением террора. По личному приказанию Сталина в 1940 году организовал убийство Льва Троцкого. В годы Великой Отечественной войны Судоплатов руководил партизанским движением в тылу врага, стратегическими радиоиграми с германской разведкой «Монастырь» и «Березино». После победы координировал спецоперацию нашей разведки по проникновению в тайны американского ядерного проекта. Создал спецбюро по диверсионной работе за границей в годы Холодной войны. Но еще в 1933 году, когда Судоплатова перевели в Москву, он стал работать в иностранном отделе АГПУ и отвечать за оперативные наблюдения и борьбу с украинской националистической миграцией. Вскоре его направили в качестве нелегала, за рубеж, вначале в Финляндию, а затем и в Германию. Там он оказался в близком окружении Коновальца, который к тому времени в тесном контакте с немецкой разведкой возглавлял организацию украинских националистов. В союзе с немцами ООНовцы планировали захват ряда областей Украины и образование независимого украинского государства под эгидой фашистской Германии. Для этой цели уже были сформированы две бригады и готовились террористические акты в СССР. Судоплатову удалось войти в доверие Коновальцу и даже стать его другом. Перед разведчиком стояла задача ликвидировать Коновальца. Было изготовлено взрывное устройство в виде коробки шоколадных конфет, которую очень любил Коновалец. В мае 1938 года Судоплатов встретился с Коновальцем в ресторане, а уходя оставил на столе коробку с конфетами. С Коновальцем было покончено. Эта гибель вызвала раскол в ООН, ожесточенную борьбу между его преемником Мельником и Бандерой. В своих воспоминаниях Судоплатов посвятил несколько глав борьбе с националистическим подпольем на Украине. И после войны он продолжал работать в этом направлении. В каких операциях он принимал участие? Ну, я могу сразу сказать, до 1947 года ни в каких. Он никак не принимал участие в этих операциях. То, что он писал, это воспоминания. Понимаете? А с 1947 года на него была возложена задача, в основном, ликвидация руководителей повстанческого движения, которые имелись на Украине. Хотя, в основном, основная масса этих руководителей была уничтожена еще в 1945 году. И Клим Савур, первый командующий УПА, и его начальник штаба, и последующие начальники штаба. За исключением Романа Шухевича, практически все руководство УПА до конца 1945 года уже было уничтожено. И единого центра, руководящего, уже в 1946 году не было. То есть, были разрозненные части, которые переписывались друг с другом какими-то шифровками иногда. Но это были, так сказать, они не взаимодействовали друг с другом. Особая роль в борьбе с этим подпольем, с националистическим бандитизмом, скажем так, отводилась именно агентурно-боевым группам и легендированному подполью. То есть, создавались такие псевдо-националистические ячейки. Ну, были такие ячейки, они в основном, я говорю еще раз, создавались для уничтожения. Это еще создавалось, еще создавалось, еще создавалось, еще главное управление по борьбе с бандитизмом, которое до 1947 года и руководило всеми, НКВД, которое руководило до 1947 года, до 1 марта 1947 года, всеми руководило. И такие группы создавались еще, в основном, кроме оперативников, в них ходили перевербованные ауновцы. Ну, чтобы создать некое правдоподобие. Вот. И они в основном занимались тем, что уничтожали руководителей и штабы. Их специально для этого и создавали. Потому что другое, для других целей, при отсутствии единой вертикали и строгой системы, практически ведь оперативными методами можно выявить конкретную банду, знаете, которая издает какие-то указы. Но эти указы в основном имеют силу в районе строго ограниченном действии двух-трех банд, которые входят в этот округ. И все. Окружной проводник, так называемый, руководитель округа. Вот. Поэтому, ну, просто выбить этих руководителей. Вот для этого создавались оперативные группы. А вот несколько раз мы с вами говорили про Степана Бандера. Да, Степан Васильевич, да. Да. Легендарная, фактически, личность. И сейчас на Западной Украине слышатся призывы, там ставят памятники. Ну, я не знаю, почему он легендарная личность. Вы же понимаете, он родился, если не память не изменяет, в 1906-м или 1907-м году. Успел организовать убийство министра внутренних дел Польши в 1934-м году. Затем сел, до 1939-го года находился. Потом немцы его выпустили, потом он какое-то время повоевал, потом немцы его опять посадили. Он там, и так он все время в Германии находился. А после войны он переехал из Германии, так сказать, в Западную Европу, под Крылышка английской разведки. А в 1959-м году, как вы знаете... Перевербованный агент... Ну, я, честно говоря, это все, знаете, я бы сказал так, это внушает большие сомнения. Что Сташинский был агентом КГБ? Да, и что и лично Шелепин, какому-то перевербованному агенту, представляю, председатель КГБ дает личные указания, вручает личные ордена. Это все... Я думаю, что Степан Бендера в это время уже очень сильно утомил секрет интеллижент сервис, английскую разведку. И они эту мастерскую операцию провели. Кстати сказать, если вы вспомните, спустя 4 года, американцы пытались повторить подобное с Ли Харви Освальдом. Его тоже пытались привязать к КГБ, убившему президента КГБ. Но, тем не менее, вы вот так, сейчас если вернуться все-таки к фигуре Бандеры, вы считаете, что он не представлял особого интереса и не понимаете, почему он такой легендарный, но при этом, да, на этого человека было совершено 8 покушений, из которых было только одно удачное. Значит, все-таки советские спецслужбы считали его опасным? Я думаю... Он пользовался уважением на Западу Украину? Во-первых, я не готов ответить вам, что были 8... Дело в том, что, может быть, охрана Степана Бендера их организовывала сама, чтобы успешно предотвращать. Вы понимаете, это ведь тоже вопрос очень интересный. Пока мы еще документальных подтверждений этому не имеем. Понимаете? А то, что сейчас пишут на Украине о нем, и то, что они пытаются... Это, ну, вы же понимаете, что когда пишут о том, что древние укры, это люди... Вы говорили... Шумеры произошли от древних укров, то... Но вы привыкли работать с документами, да? Поэтому, условно говоря, есть документы, подтверждающие там, что на Бандеру было совершено... Да, я таких документов не видел, реальных, если честно говорить. Я не могу сказать, что их вообще нет. И, может быть, надо смотреть, чьи эти документы, понимаете, и так далее. Ведь дело в том, что организовать покушение у нас, в нашей системе, это же все равно доходит... Вся вертикаль работает. И если, например, покушение на Коновальца, это все четко прослеживается по документам. Это подготовка, то же самое с покушением на Троцкого, уничтожением Троцкого. Все по документам можно проследить. А здесь вопросов, так сказать... Ну, как знамя он как-то использовался, но Мельник тоже был в определенной степени знаменем, понимаете? Поэтому, хотя о нем гораздо меньше говорят. В каком году борьба с бандформированиями на Западной Украине была вот закончена? Ну, вот мы с вами только что говорили, на 1 января 1955 года практически реальных бандформирований на Украине не осталось. В Прибалтике там был небольшой всплеск после этого. Дело в том, что в это время освободили из лагерей значительную часть, в 1956-1957 год, значительную часть бывших местных братьев. И часть из них вернулась к старому. Ну, небольшая, правда, часть, но вернулась. А на Украине практически вот такого всплеска нет. Хотя отдельных этих, я говорю, вылавливали еще в начале 60-х годов. Спасибо вам большое. Гостем программы «Тайной разведки» был участник общества изучения истории отечественных спецслужб. Один из составителей книг под названием «Прибалтика под знаком свастики» и борьба с бандформированиями на территории Западной Украины и Белоруссии Юрий Николаевич Муруков. Спасибо большое, что смогли прийти. Это была программа «Тайной разведки». Я провела Екатерина Шергова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!